Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на нашу вторую лекцию. Напомню, что на предыдущей лекции мы изучали, каким образом получать информацию относительно цели, каким образом осуществлять фазу разведки. Надеюсь, вы что-то полезное почерпнули из этой лекции. Тема же нашей сегодняшней лекции – это точки входа. Каким образом идентифицировать точки входа, какие вообще бывают точки входа в веб-приложении. Мы ориентируемся на веб-приложении. И каким образом манипулировать параметрами для того, чтобы передать что-то нужное нам на точку входа. Для начала давайте вообще посмотрим, через что можно веб-приложению передать какие-то нам нужные данные. Во-первых, хочется отметить, что далеко не все веб-разработчики понимают, что абсолютно все, что приходит к ним на веб-приложении, может быть как-то подделано злоумышленникам. Многие из них, многие из веб-разработчиков вполне в курсе, что подделать можно get-post значения. Следующее, что разработчики знают, что также можно манипулировать произвольно-кукер значениями. Про заголовки, на удивление, меньше разработчиков знают, точнее знают то, что они есть, но меньше разработчиков понимают, что ими тоже можно вполне себе просто манипулировать. Что мы посмотрим на наших следующих слайдах. Хосты, даже хосты, которые указываются в рамках HTTP протокола, тоже могут быть подделаны злоумышленниками. И, наконец, внешние данные. Если ваше приложение работает с внешними данными, например, RSS Reader какой-нибудь, или загружает, или у вас есть галерея, точнее вы рассматриваете галерею, которая позволяет загрузить изображение откуда-нибудь с интернета, то здесь тоже могут быть какие-то манипуляции с нашей точки зрения. Мы будем работать исключительно с HTTP протоколом, поэтому для того, чтобы понять, каким образом на что-то можно влиять и на что вообще можно влиять, давайте проведем такой небольшой крэш-курс относительно самого HTTP протокола. HTTP протокол – это открытый протокол в том плане, что данные передаются в открытом тексте, открытым текстом, и вы, в принципе, можете сами без какого-то особого кодирования отдать любые запросы руками, зайдя на порт, на котором висит HTTP сервер. Стоит отметить, что HTTP сервер в большинстве своем висит на 80-м порту, и это стандартный порт для HTTP протокола. На 443-м порту висит то же самое, только обрамленное SSL с обрамленным шифрованием HTTPS. Но, в принципе, никто не мешает системному администратору или разработчику повесить HTTP сервер на любом другом порту, на абсолютно любом порту. И когда мы об этом говорили на фазе разведки, и когда вы смотрите открытые порты, желательно посмотреть на каких еще портах на выбранной вами цели висит HTTP сервер. И если это не какой-то стандартный порт, то в этом случае велика вероятность, что там висит что-то интересное, что разработчики таким образом попытались что-то интересное от вас скрыть. И если это интересно, если разработчики считают, что это опасно, с нашей точки зрения, это как раз самая интересная часть, и грех не зайти туда и не посмотреть в первую очередь. Ну, давайте вернемся к нашему HTTP протоколу и рассмотрим работу HTTP на базе примера. На базе примера съемки с запроса на сервис HTTPS www.yahoo.com Это запрос я отдал со своей машины, со своей клиентской машины посредством браузера, запроса и ответа этого сервера. Давайте посмотрим составные части данного общения. Включение с HTTP сервером начинается с первой строчки. Вот эта часть – это то, что уходит от клиента, а эта часть – это то, что пришло от сервера к клиенту в ответ на наш запрос. Первая строчка содержит, во-первых, метод запроса, в данном случае это get-метод, во-вторых, ресурс, который требуется, который клиент запрашивает с сервера, в-третьих, версию протокола HTTP. В данном случае это версия протокола HTTP 1.1. Метод. В нашем случае метод get. Метод определяет то, что будет сервер делать с пришедшим к нему запросом, какие данные будет интерпретировать и какие данные будет возвращать. В случае с get-методом воспринимается строка запроса ресурса, берется этот ресурс, отдается клиенту. Помимо ресурсов, get-метод не предполагает под собой наличие тела запроса после заголовков. То есть от клиента должно приходить только get и заголовки этого запроса. Ресурс. Ресурс определяет, что мы запрашиваем с целевого сервера, что нас интересует на целевом сервере. В данном случае идет запроса дефолт файла, содержащегося на www.yahoo.com, то есть директория, начиная с слэша. В принципе, здесь может быть что угодно. Слэш а.текст, если мы поставим слэш а.текст, значит мы запрашиваем файл а.текст с целевого сервера. Мы запрашиваем картинку, которая находится в папке а, в свою очередь, затем в папке б, затем в папке б, и называется c.jpeg. Если такая картинка существует, то должен вернуть нам эту картину. Наконец версии протокола. В данном случае HTTP 1.1. HTTP 1.1 считается сейчас текущей версией протокола и определяет, в отличие от HTTP 1.0, фактически одну вещь. Наличие вот этого хэдера, хэдер хост. Это сделано для следующей вещи. Если у нас есть сервер с одним физическим IP-адресом, используя протокол HTTP 1.1, мы можем хостить на этом IP-адресе несколько виртуальных веб-серверов. То есть у нас здесь висит веб-сервер, который отвечает по 80-му порту. Он обслуживает домены a.com, b.com и c.com. Браузер. Клиент. Вот здесь какой-то клиент. Браузер соединяется на 80-й порт, ну или на 443-й, поскольку здесь в рамках данного контекста, заметьте, у нас идет общение по HTTPS, и поэтому мы зашли изначально на 443-й порт. Но это не суть важна. Браузер соединяется с одним и тем же IP-адресом для каждого из этих доменов, с одним и тем же портом, но каждый раз интересуется разными доменами. И эти домены он указывает в заголовке хост. То есть в данном случае мой браузер инициировал общение по протоколу HTTPS 1.1 и указал www.yahoo.com в качестве хоста. На этом физическом сервере может располагаться кроме www.yahoo.com, a.yahoo.com, b.yahoo.com, test.yahoo.com, тем.yahoo.com, много-много-много всяких yahoo.com. Но в данном случае мой браузер интересуется именно www.yahoo.com. И веб-сервер, как корректно настроенные сущности, вернет именно www.yahoo.com. В принципе, в текущем моменте вы должны были заметить, что заголовок хост формируется клиентом. И так как он формируется клиентом, мы, если мы оставим в сторону клиента, мы можем сформировать этот заголовок абсолютно произвольно, как мы это хотим. То есть мы вместо www.yahoo.com можем поставить что угодно. То есть это одна из точек входа в веб-приложение. Далее идет заголовок User Agent. Называемый заголовок User Agent. Этот заголовок передается клиентам. В данном случае у меня Mozilla Firefox, работающий под Macintosh. И в этом заголовке содержится строка, идентифицирующая этот клиент. То есть что это за браузер, какая версия у этого браузера, на какой платформе оно крутится, и в ряде случаев какие-то дополнительные плагины у этого браузера есть. В данном случае мы понимаем, что это Mozilla, работает на Macintosh, Intel Mac UX 10.9, версия моей операционной системы, и точная версия моего веб-клиента. Хочу отметить, что User Agent часто используется для какой-то аналитики на стороне веб-части, на стороне веб-проекта. Помещается в базу данных, как-то интерпретируется. В зависимости от User Agent подстраивается версия сайта, которую нужно показывать и так далее, и тому подобное. То есть вот эта точка входа, еще раз, User Agent вы тоже можете полностью менять, эта точка входа весьма интересна с точки зрения влияния на целевой веб-приложение. С большой вероятностью User Agent будет как-то на него влиять. На следующих полях мы останавливаться особо не будем. Это служебные поля, которыми браузер определяет, в какой кодировке он хочет получить результирующие ответы, и какие документы он ожидает увидеть. Давайте поподробнее остановимся на заголовке, которая называется cookie. Вот в этом заголовке. Данный заголовок является методом сообщения клиентам серверу, что он уже был и получил это значение. Немножко подробнее о этой сущности. Дело в том, что HTTP протокол – это протокол, который не сохраняет состояние между последовательными вызовами. То есть, пришел клиент на какой-то сервер, затребовал ресурс, индекс.html, браузер отдал ему этот индекс.html, и напрочь забыл о том, что данный клиент был у него когда-то. То есть, HTTP-сервер не сохраняет состояние. Для того, чтобы все-таки клиент мог показать HTTP-серверу, что он когда-то уже у него обслуживался, какой-то ресурс уже получал, и ввели так называемый cookies-переменную. Для того, чтобы сервер в будущем знал, что данный клиент у него что-то уже брал, сервер использует заголовок в своем ответе, который называется setCookie. В рамках этого заголовка он устанавливает какую-то переменную, сообщает браузеру, что нужно запомнить какую-то переменную. И далее, при каждом визите на его целевой домен, вот в данном случае это vv.yahoo.com, а для этой cookie это yahoo.com, возвращать это самое значение. То есть, когда-то я зашел на vv.yahoo.com и получил с помощью setCookie переменную b, равную вот этому значению. И мой браузер, это все делается на уровне браузера. Браузер запоминает, что он получил заголовок setCookie, запоминает это cookie-значение и возвращает каждый раз при последующих заходах. В куках обычно содержится масса всякой веселой информации. Это тоже одна из таких потенциально интересных точек влияния на веб-приложение. Как одно из самых таких интересных к применению cookie-значения, это так называемая сессия. Для того, чтобы пользователь ввел свой логин, пароль и в дальнейшем его не просить каждый раз вводить логин и пароль заново, люди придумали так называемую сессию. Сессия чаще всего передается именно через cookies. Сессия – это некая длинная строчка, которая идентифицирует пользователя. Пользователь вводит правильный логин и пароль, браузер проверяет, что логин и пароль правильные, создает эту переменную сессию и передает через setCookie заголовок установку этой сессии. В дальнейшем браузер передает эту сессию, веб-часть, веб-сервер проверяет, что сессия есть, сессия правильная, значит, пользователь когда-то ввел правильно логин и пароль. Как одна из атак на эту концепцию? Одна из атак как раз и направлена на то, чтобы у пользователя забрать веб-сессию и идентифицироваться с помощью сессии, а не с помощью логина и пароля. Мы поговорим об этом на одной из наших следующих лекций, посвященных клиент-сайта Атака. Теперь давайте посмотрим на снимок запроса. На этот раз речь идет о пост-запросе на сервис HTTPS, логин Yahoo.com, далее много-много-много-много-много-многих всяких параметров. Чем пост отличается от GET? Если бы у нас здесь был GET, у нас не было бы вот этой части, то есть тело ответа. Тело ответа начинается после того, как браузер перевод строки «Возврат калетке» отдаст два раза после заголовков. Перевод строки «Возврат калетке» обозначает, что у нас закончилась часть, посвященная заголовкам, и пошла часть, посвященная телу. В пост-запросе браузер передает данные через тело запроса. В данном случае у нас передается ряд переменных, country код равно 1 username равно тест паспорт равно тест это я попробовал залогиниться на сервисе логин yahoo.com я ввел с помощью клавиатуры в окошечке если вы зайдете на логин yahoo.com там будет формочка для авторизации я ввел в формочка для авторизации логин тест пароль тест естественно это получится полная фигня поскольку такого один не существует но тем не менее мой клиент породил вот такой запрос вот такой запрос это то что породил мой клиент отметьте вот этот заголовок x requested with xml htp request этот заголовок указывает посредством чего был создан этот запрос вообще говоря формочка на сайте логин yahoo.com обслуживаться не нажатием enter и не созданием пост запроса через html элемент форм а посредством javascript а когда я засобитил форму включается javascript который создает xml htp request на сервер и вот это находит свое отражение вот в этом заголовке то есть это джесс это сработало джесс возможно на данный момент вы хотите узнать каким же образом я получил такие вот красивые снимки моих запросов тех запросов который создал мой браузер и полностью в деталях вплоть до протокола и к тому же через хтп давайте познакомимся с рядом инструментов которые позволяют создавать запросы и манипулировать запросами и попробуем выполнить парочку заданий которые помогут вам освоиться с этими инструментами благо вещь полезная начнем пожалуйста программы которая называется а вас бза в принципе эта программа это часть одна из программ подобного класса помимо этого есть бог сьют помимо этого есть фиддлеры если речь идет среди windows и так далее там подобное это так называемый веб-попликейшн прокси прокси серверы которые стоят между веб-сервером и клиентом и позволяют перехватывать и манипулируют манипулировать запросами я использую а вас бза просто тупо потому что мне как-то больше нравится она мультиплатформные как привык но был сьют например это тоже довольно таки неплохая вещь хотя для коммерческого применения оплатная в общем вы вольны выбирать что угодно мы посмотрим на примере и на вас обратим внимание на слайдик где как раз выделен тот момент когда я собирал эту сессию который затем на предыдущих слайдах вам показывал вы видите в одном из окне в одном окне список тех ресурсов на которые ходил мой браузер вы видите историю вы видите детальный запрос выделенного детальный разбор выделенного запроса данном случае логин я хуку выделена вкладка request это значит что рассматривается запрос на логин их ком сделаны моим браузером а если мы выделили кладку response тут был бы ответ от сервера давайте теперь посмотрим на слайдик с на видео screen видео с моего экрана я попробую вам показать каким образом работать с данными инструментов принципы принципе принцип работы с данными инструментами он один и тот же поэтому показал на базе этой программы как с ними работать вы можете освоить абсолютно абсолютно все инструменты данного давайте с вами посмотрим на примере работы с в интерсептинг прокси например работы с авазпзап вот окно нашей программы это перехватывающий прокси для того чтобы все запросы перехватывались наши наш прокси сервером нужно настроить браузер на работу с прокси сервером в mozile это делается через вкладку network settings указываем manual proxy configuration адрес 127001 порт 8080 по умолчанию галочка на use with proxy server фуал протокол чтобы все протоколы обслуживались этим прокси сервером после того как мы это сделали попытка куда не зайти например на google . куда это я зашел .com попытка куда не зайти отобразится на вот оно что я зашел на google это перехватывается сеошниками и направляется на адреса .ру ну окей он не важно все запросы которые создал наш браузер отображаются в вкладках программа вас далее мы можем посмотреть в дереве запросов либо посмотреть в history отсортированном списке по времени какие запросы были когда созданы далее мы сможем абсолютно любые вещи делать с этими запросами выделяем давайте возьмем вот этот запрос выделяем правую кнопку на нем нажимаем recent и получаем окно конструирования запросов мы можем отправить этот запрос как есть цент получить response можем сформировать его полностью заново что-нибудь изменить здесь юзера юзер агент что-нибудь ставить добавить свой заголовок там тест тест 2.1 добавили свой заголовок любой параметр поменять посмотреть как на это будет реагировать целевая система нажимаем цент запрос отправляется ответ отправляется в вкладке response далее у программы авасп есть одна замечательная особенность google ком заходим на google ком мы видим что мы работаем по защищенному соединению по хтпс однако браузер у нас не никак не ругнулся почему это произошло если мы наведем на эту посмотрим информацию про сертификат мы увидим что защищено вас прутся нек неким сертификатом от компании вас что это такое естественно этого сертификата хранилище браузера по умолчанию нет этот браузер надо будет установить вручную в хранилище браузер или в системное хранилище в случае с mozilla это находится в вкладке сертификации кнопка advanced certificates view certificates далее нажимаете импорт и вводите свой свой корневой сертификат здесь как раз у меня в браузере есть корневой сертификат сгенерированный от авасп для того чтобы сгенерить этот сертификат в свою очередь в программе авасп вам нужно зайти в свойство программы выбрать вкладочку динамика сертификат нажать кнопку генерейт вам создаст рутовый сертификат нажимаете сэй вы записываете куда-нибудь затем импортируете уже в корневое хранилище браузера после чего все хтпс сайты тоже будут замыкаться на вас вполне корректно все будет подписываться сертификатом о вас и вы сможете анализировать и модифицировать запросы к хтпс сайтом в том числе